В границе сходится точка, там есть стела, где сходятся именно три республики славянских. То есть это вот точка сборки, точка соединения славянских народов. Украина, Белоруссия, Россия. Энергетика того места просто потрясающая. Так вот, задумка такая, что на летнее солнцестояние, то бишь в июне месяце, с 20 по 23 июня, заложить пирамиду единства. Вот, а как мы узнали и побывали в такое общение, и есть у нас в Украине сеть таких пирамид. Вот, хочется включиться и поставить в это общение, тоже такую пирамиду единства, где с каждого родового поместья можно будет заложить туда свой камушек. Потом и в другие родовые поместья. И будем, и как бы это объединить обязательно, это вот пирамиду единства, это точка соединения Украины, Белоруссии и России. То есть, чтобы не было войны, чтобы братские, вообще, чтобы от семи частных к семье общечеловеческой. Чтобы мы заложили мир. Вот, такой сделает фестиваль, творчество. Вот, и покупаться в речке, порадоваться. Там несколько домов, ну, впереди несколько домов, как поселение назвать сложно. Есть дома, есть место, есть река. С йодистой водой. Есть ягоды, есть червей. Там десна протекает, да? Там десну. Снов, да, десну. Снов и дойдите в ад. Барнике речки. Север. Вот если приехать, то это палатка. Ну, можно в домах, если с ребенком, например, уже договориться в доме. Взрослым любят палатка. Если дождливое лето, то можно, пожалуйста. Расстояние 20-50 км. На север. Как послушаете, как почувствуете? Знаете, отвлекается. Мы думали так, Сариса, знаете, когда, вот, есть у многих, есть поместья водовые. И вот, собрались там у нас, да? Потом следующую какую-то встречу сделали вам, чтобы мы могли ездить друг к другу. Во-первых, учиться опытом. Во-вторых, это тоже какое-то, знаете, такое общение. Единственное, что было. Общинами, такими взяли, собрались, приехали, да, поддержали. Пирамида сама, она имеет свойство магнита. Вы знаете, да, что сейчас исследуют пирамиды. И она, ребята, как фокусом, она является так выходом определенным. И там происходят определенные вещи, это на месте. То есть идет гармонизация. Пирамиды строят. У нас в Киеве есть пирамида. Парк Победы. Интересно, здесь кто-то видо задумал, кто-то сказал, значит, как Стелла, такая пирамида. Ну, пирамида с этими пропорциями, 7 ступеней по кругу, 7 ступеней, 8 на 8 стоит пирамида. Представляете, вот это, вот это память, вроде бы, как Парк Победы на Левом берегу. Уране ребята тоже сделали себе пирамиду. Вот они проводят пирамиды, медитации, там еще свои исследования проводят. Ленинграде сделали пирамиду. Много. Дело в том, что понятие толоки, понятие толоки. И вот мы можем сгармонизироваться, согласовать, кому какая помощь, взаимопомощь нужна. И вот по поселению провести такие толоки. Вот. То есть съезжаться, скоординировать время, съезжаться и проводить совместно толоки. Я думаю, что мы сможем все вместе сделать очень много. Ну что, побоем еще? А можно мы расскажем о нашем доме? Конечно. Вы знаете, мы вообще-то мечтали. У нас уже два года мы ничего не сеем. Я все время представляю, что здесь можно палаточный городок делать. У нас 25 соток, речка, а дальше перед домом, там, наверное, соток 60. Ничего не заселено, ничего, просто трава. Там какой-то заброшенный дом, но кирпичный, красивый дом. К нам молодежь отдыхает. И там дальше тоже. Мне кажется, что можно там делать и какие-то из цветов что-то такое красивое делать. Там можно пить песни, отдыхать, купаться, собирать береги, ягоды, молиться, йогой заниматься, очищаться. И вот мне так вот хотелось сюда, чтобы там было много людей, и чтобы туда приезжать. Я не знаю, может быть, это понравится вам, и вы будете приезжать 45 километров оттуда, с село Кадахи. Приглашаю, если будет у вас желание, подумайте. Наш дом, это замытница, это Одесская трасса, это Басилькевский район, замытница, там поворот налево. Я вам скажу, что там чудово. Готовьте работу такую, чтобы не просто приехали, чтобы что-то поделали, а потом отдохнули, потом попили, потом покупали. Я не знаю, что там происходит, потому что мы там только зелень, а это в этом году ледь лучше выросли для себя. А так мы просто занимаемся весь час тем, что мы изучаем все про семью, то мы книжку писали, то мы разъезжаем. И мы занимаемся, нам так хочется, чтобы досвиды семейности, родинности, он так перешел, пришел разговариваться, чтобы все так было доброе, чтобы все все знали. Можно я расскажу? Да, очень-очень, очень-очень рассказать. Я хочу сказать, что мы вот занимаемся, мы специалисты по характерам, вот, и часто можем рассказать человеку больше, о нем больше, чем он сам о себе знает, может быть, даже больше, чем хотел бы знать, в принципе, но мы осторожны. Вот, и... Ой, а можно нашел? Ну, по-другому. Есть, по-другому. Спасибо, извините. Я сейчас не беру. Так, можно, минуточку, внимание, сейчас скажет человек, хорошо? Да, вдруг. Давайте, а потом, может быть, уже уберем это, сделаем переживающие, пока будет петь, можно будет убрать, хорошо? Вы знаете, я, я психолог по образованию, учился так на совесть, там книжки читал, какие смог достать, какие влезли в меня, не те влезли. Вот, и после того, как я закончил свой этот психологический факультет, получил диплом с отличием, я когда для себя, честно, признался, что чужая душа потемки, понять там ничего невозможно, вот, и то, что мы изучали там на психологическом факультете, в педагогической практике, и мы там это все одновременно применяли на ходу, ну, пытались применять то, что... Применить практически нечего, совершенно другая реальность, совершенно другие термины, совершенно другие подходы. Вот, и зачем это все нужно, вся эта психология? То есть психология с педагогикой не пересекалась абсолютно никак, это было поразительно просто, я удивлялся. Только потом, спустя много лет, как-то я записал себе, что я хочу счастливой, счастливой с семьей, я хочу себе гармоничных отношений, гармоничных... Как-то я так поверю, что есть вот в Киеве женщина, для которой я вот со всеми моими тараканами сейчас я ставлю счастье, вот она будет счастливой, просто видеть меня вот такой, какой и есть. То есть я знаю, что у меня много-много всяких вот там интересных, так скажем, особенностей, фонативных, и тем не менее, вот кому-то я буду в радость. И вот, когда я встретился с Яной, оказалось, что мы так с ней и сошлись на почве того, что оказалось, что она перебрала 10 тысяч человек на сайтах знакомств, вот, и оказалось, что я выиграл колоссальный конкурс. Никогда в жизни таких конкурсов не выигрывал, она меня выбирала, выбирала-выбирала, перебирала. Вот, по сути, она просканировала 10 тысяч человек, что такое, что просканировала, открывала анкету, смотрела, по сути определяла нужный ей тип личности и в итоге вот нашла меня и тут вот когда мы даже я что-то слышал про эту методику про эту технологию но как-то так краем глаза в ходе обучения вот и тут вдруг это счастье на меня вдруг набросилась и даст поймала так и не позволила мне там выцарапаться и потому что знаете так дурная голова ногам покоя не дает и всяко так скажем бывало вот и как то так вот на мы на большом на большом промежутке времени все больше и больше выясняется что это работает именно так как задумано и это действительно возможность и способ создавать счастливую семью и это собственно говоря наверное это основной путь который так которым и надо идти и вот мы пытаемся это развивать пытаемся рассказывать людям что давайте это можно создать счастливую семью зачем вам учиться зачем вам попадать в эту статистику когда там 90 процентов разводов в общем-то там считает там и гражданские браки и всякие всякие браки что сейчас как бы жениться или входить замуж это все равно что решаться на операцию там 70 процентов с 90 процентов вероятности негативного исходе хорошенький вариант вот часто так что бывает что мне кажется что человеку иногда очень получается так что если есть возможность сделать что-то наверняка то почему бы не сделать говорю почему бы именно так и не пойти в этом пути хотя это да это непривычно это оказывается что многие наши представления о том каким должен быть мужчина какая должна быть женщина у них вы должны быть роли что они какие не должны быть там все себя такие правильные что все это оказывается совсем не так я бы не 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 хотел избегать прямо таких уж громких слов хотя иногда пара порывается туда что на самом деле все это устроено радикально по-другому вот женщина мужчина мог быть самим собой правильно да да это правда сами знаете мы уже не знаем кто не стали собой потому что нам нам культуру вот это вот общественное давление мнение множество там авторов различных книг по отношениям там просто все все художественная литература она построена на всяких страданиях хороший нормальный семью там нечего показывать нечего объяснять там никакого сюжета не построишь она эти никакой из ну как я не знаю там сложивший сюжет какой-то нет нет интриги да родились вот уже живут не все не хорошо да тоже мне я вам скажу просто смотреть внутрь человека видеть его душу у каждого есть же душа как бы не говорили а я виду все имеют души просто дело в том что они там носят это уже другой вопрос но есть же хорошие такие вот я тебе дубличию читала там и сидит человек на пороге говорит о лентяй весь день просидел трое и потом у каждого душе я наташеньку искра божья не надо забывать что искра божья она совершенная и она каждом из нас заложена но если все души светится просто что мы уже начинаем во-первых тут еще воспитание родителей потом вот это вот всякие там действительно как-то негативные исходы почему нас учат в школах то что мы каждый день видим в транспорте а нас оправдывается и мы забываем про эту свою искру ну давайте подумаем а для чего снег вчера ко мне сын подошел ему 32 года вот так вот ищет по нашей методике если тебе жену не может найти говорит мама помогай ты себе нашла конкретнее очень много я скажу очень много я не знаю даже чего начать очень много уже в детстве говорит мама для чего снег то есть тип мышления мы имеем определенный спектр энергии и в конечном итоге наши энергии должны быть как инь и янь все совместно оно должно быть гармонично потому что мы еще далеки от гармонии в частности мы тоже далеки еще гормонии мы идем по этому путь научимся того но сын Все спрашивают, мама, для чего снег? Вот честно, скажите, для чего снег? Для влаги. Для влаги. А еще, для чего снег? Скажите, каждый. Вот скажите, для чего снег? Для красоты. Для чистоты. А еще какие? Вот, на санках покататься. То есть, как мы воспринимаем мир, как мы объясняем, что вокруг нас. Вот это у нас душа, проявление души, правильно? И наших чувств. Вот эти вот чувства, мы как будто бы такую матрицу имеем в душе. Вот правильно говорится, душа, она имеет определенную структуру. И есть книги, которые описывают. Сейчас еще новые книги появились, я их изучаю. Опять по новой это все изучаю. Это бесконечно. Я вас переписла, достаточно несколько авторов почитать, и потом уже картинка мира складывать. Я вот начала, вот про духовность, я вам сказала, вот этим всяким этим, появились, начали же появляться литература в начале 90-х. Я прочитала на тот момент Лазарева, он только начинал писать. Лазарев, Жекаринцев. Все, этого достаточно, потому что остальные, они просто думали. Вот даже... Сейчас есть новый поток. Если захотите, посмотрите. А, нет, есть, но... Есть новые потоки. Мы, кстати, очень много спорили с ним. Мы три месяца спорили, еще наш спор, так сказать, не закончился. Он так ушел, как бы утих немножечко. Поспорить это не надо! Это сейчас две женщины, которые называют себя посланниками в годах. Это Секритова и Книга. 60 книг они написали, и они продвигают уже больше 14 лет. И всего у них... Я посмотрела, 3 тысячи людей, которые приняли их посланниками. Вот я их тоже приняла. Они мне ответили, есть прямой сайт, по-прямому можно от них написать, они пишут. Я выписала их два тома, любовь, семья, дети. Но у них 60 томов. Я очень хочу это все усилить. Честно говоря. Есть человек, он, кстати, мусульманин, он прочитал все книги. Вот он мне задает вопросы. А все в открытой сети. То есть открыто. Как-то сайт называется у нее. Ну, в общем, это по поиску можно найти. Вот, а маршрутка, она на энергии построена. То есть мы... Я смотрю, я не могу понять, в итоге, какая может быть выявление на сайтах. Смотрите, да. Это же все происходит виртуально. И каждый человек излучает свою энергию. Через свою фотографию, через свою музыку, через свое восприятие и свою демонстрацию. Он создает очень специфический текст, он очень специфически выглянет. У него очень специфические ценности. И если правильно знать, на что обращать внимание, то можно определить. Иногда по интонации можно влет определить этих человек. Просто по интонации в трубке телефона. Иногда для этого нужно анализировать большой текст на... Виртуально человек излучает... Вот этим вот препаратом... Конечно же, идет и общение. Кроме того, что вы занимаетесь, идет еще и общение. И, конечно же, каждый человек, вот вы творчество свое показываете. Хочешь слово? Практическое, да? Это сенсивное. Другой мысль дает, да? Мысль, медитация. Это интуитивное. Другой читает стихи, да? Это этическая экстраверсия. Может быть экстраверсия, экстраверсия. Этический посыл, талант. Это, по сути, талант в каждом человеке. Этический. И, по сути, второй читатель. Вы знаете, у меня вот сын математик, да? И он... Девушка читала стихи по интернету, в скампе. И я просто была в закладе. Потому что до этого мы не слишком... А девушка тоже была в закладе. Это удивительно. Это нет, но это есть. Стихи все равно пишут, и мы все слушаем. И я вообще была счастлива вчера, что я послушала... ...этический перебез. Дело в том, что своего сына я воспитывала, приучала. И сейчас внуков тоже приучаю и приобщаю любовь, развиваю любовь к поэзии. И с маленьких, и уже когда стал переходным в возраст, я говорила о том, что девушку надо выбирать ту, которая откликнется на поэзию. Потому что на поэзию откликается душа. Душа красивая и глубокая. Вот. А если поверхностная, она не затронет. И вот он, когда общался вот тоже через интернет с девушками, он выбрал себя таким же образом. Да, свою жену, вот она, Кристина говорит, что никто ей такие стихи, а мы Осадова, вот я Осадова, Щепачева, мои любимые поэты, и вот как бы потихонечку приучила. И вот она говорит, таких стихов мне никто не писал, а он среагировал на то, что так никто не реагировал, как Кристина. Ну, вот так. Предложение песни успеете немножко, потом еще поговорите. В 18-м году будет ответ, как они же нас. Песню творческую, а потом еще поговорить можно. Да, да, да. И говорю еще раз, Женя, песню Сергея поет песни на стихи Петра, который ушел сейчас. Да, это просто нужно послушать, и я хотела, чтобы вы записали. Музыка Сергеевна, Сова Петра. О, так танцевать вообще, девочка правильно показывает. Танцевать можно? Чуть-чуть, чуть-чуть. Не нужно бояться Упасть и подняться Поверить в себя Поверить в себя Поверить в себя И в беде улыбаться Зачем понимать, где Кто хочет ругаться Им нужно вниманье Им нужно вниманье Твоим лапитаться И нужно стараться За первым угнаться Каждого свой путь Нам стоит признаться И сможет, я верю В толпе не сдаваться Услышать себя И с собой оставаться Легко поменять Легко поменять Легко поменять Поверить в себя